В Ивановском художественном музее открылась выставка, посвященная 125-летию Ивана Нефедова. Он является одним из основоположников художественной школы в областном центре. На выставке представлено более 100 произведений живописи и графики из музеев Иванова, Плёса, Кинишмы. Значение творчества Ивана Нефедова, ученика таких мастеров, как Малютин, Серов, Пастернак, для нашего края неоценимо. Если говорить о Ивановском союзе художников, то, наверное, половина тех художников, которые составляли цвет Ивановского союза в середине 20 века, 60-е годы, они являлись учениками Ивана Никандровича, так или иначе, потому что он преподавал и в бывших свободных художественных мастерских 20-е годы, он преподавал в художественном училище. Последняя персональная выставка картин мастера была организована четверть века назад, поэтому большинство посетителей музея увидят полотна Нефедова впервые. В состав экспозиции вошли работы, которые хорошо знакомы ценителям искусства. В основном это пейзажи, но есть и малоэкспонируемые картины-эскизы, посвященные истории революционного движения. Ряд живописных полотен воссоздает облик Иванова-Вознесенского конца 19 века. На картинах представлены хорошо узнаваемые городские места. Они не входили, допустим, в основной состав фондовой коллекции, постепенно были введены, включены, поскольку работы в последнюю очередь были подарены родственниками художников уже из опустевшего дома, когда они уезжали окончательно из города Иваново и продавали свой дом. И мы говорим о работах, которые в силу своей тематики практически за последние 20 лет не использовались в экспозициях, допустим, историко-крывического музея. Ивана Нефедова считают основным хранителем традиций русского академического искусства. Его творчеству посвящено немало лекций, которые читают в Ивановском художественном училище. Удивительный был человек. Я счастлив тем, что он был у нас на уроках. Я так долго живу. Он приходил к нам на урок и, держась за левую скулу, показывал, что верхняя челюсть не движется, а нижняя движется. И мы говорим, что ребята должны эти знать. То есть учиться нужно у натуры. И все его творчество показывает то, что самая лучшая учеба может быть только у натуры. В настоящее время творческая общественность озабочена вопросом сохранения наследия мастера. Некоторые полотна, написанные более века назад, требуют реставрации. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.